В каком месте Афин вы бы не находились, вы всегда, кидывая взглядом окрестности, увидите высокий холм, который гордо возвышается над городом, словно вечный дозорный, смотрящий вдаль и оберегающий родные края от вражеского вторжения. Это возвышение носит имя Ликавитос – Волчий холм. В древности здесь обитало много волков, и афиняне не любили это место и старались обходить его стороной. Следует заметить, что это один из семи холмов, на которых стоят афины. В городе их всего 12. Но в старину повсеместно бытовало следующее поверье. Для того, чтобы город существовал вечно и не подвергался пожарам и разрушениям, он должен быть построен на семи холмах и иметь реку, протекающую через него. Семь холмов, по представлениям мудрецов и астрологов, становились подобием семи планет, а река представляла собой землю, которая находится между ними. Таким образом, город, построенный по принципу Вселенной, никогда не должен был подвергнуться уничтожению. Улица Плутарху, она же лестница подъем на холм, украшена цветами и в какой-то степени мне напомнила Париж. Подняться на Ликавитос можно на фуникулёре, который находится в самом тупике улицы Плутарху. Стоимость подъема и спуска 10 евро. В одну сторону 8. Иногда здесь бывают очереди, но подъемник работает до 2 часов ночи. Внутри горы никакого интерактива нет, кроме мигающего света. Время в пути примерно минут 7. Холм Ликавитос, возвышающийся над Афинами почти на 300 метров, наблюдает за столичной жизнью города еще с незапамятных времен. Хотя так было не всегда. Появлением новой достопримечательности греки обязаны Афине. По преданиям, забрав кусок скалы Пентеликон, богиня отправилась на Акрополь, чтобы возвысить гору и собственное святилище, возведенное там к небесам. Однако планам мудрой Афины не суждено было сбыться. По дороге ей повстречались два ворона, принесших на своих крыльях дурные известия. Разгневанная Афина бросила гору Озимь, а пыль, поднявшаяся от удара, сделала всех воронов черными. Такие события положили начало истории горы Ликобет. Переводится название холма Ликавитос как волчья гора не напрасно. В древние века, от подножия до самой вершины, холм был покрыт густым сосновым бором, хвойный аромат которого пьянил разум. Прохладу сосен и кипарисов полюбили волки, которые наводняли эти леса до тех пор, пока афиняне не возвели на вершине холма святилище Зевса. А византийские императоры решили построить на месте Зевсова храма церковь святого Сидерия. Церковь простояла почти 9 веков, но в 1930 году была уничтожена пожаром. Впрочем, уже через год здание было отреставрировано и вместе с новым обликом обрело и новое название. Теперь на вершине Ликобет белыми стенами красуется часовня святого Георгия. По традиции на Пасху греки поднимаются на вершину холма, молятся, зажигают свечи, а затем спускаются в город с горящими свечами в руках. Принести в дом зажженную еще на холме Ликовитос свечку – верная примета скорого прихода удачи. А спускаясь с холма по лестнице, я советую посидеть в одном из стильных кафе. Которых здесь бесчисленное множество. И выпить чашечку кофе. Если выйти к подножию холма в правильное время, можно попасть на один из крупных концертов, где собирается вся Греция. Проводятся мероприятия исключительно летом, а площадкой для них служит масштабный театр, устроенный прямо под открытым небом. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова